Слава Богу, братья, сестры, слава Богу, дети, юноши, молодежь, дедушки и бабушки, так скажу. Давайте все вместе скажем слава Богу. Слава Богу, я вас всех приветствую именем того, который не остался лежать в могиле, но, воскреснув из мертвых, покинул ее, воссел одесну ее Отца Небесного на небесах, на его престоле и ходатайствует о нас с вами и готовит нам место, чтобы прийти и взять нас к себе. Именем Иисуса Христа я приветствую вас всех и этой любовью, и очень рад этой встрече с вами для того, чтобы прославить Его святое имя. Он нам дал такое право, и Он нас научил и продолжает учить, как это делать. Слава нашему Господу! Я хочу коротким этим словом, чтобы ободрились наши сердца в той святой надежде и оторвались наконец-то от этих земных, я бы сказал, так подточнился маленько, сибирских вопросов, которые еще добавляют там морозные какие-то вещи и так далее, и забот прибавляется, и вот хвала Богу начинает уже возноситься, а Божий человек сидит и еще вспоминает так с содроганием, ой, машину не завел, ой, как еще она заведется вообще или нет, ой, как я домой пойду, там холодно и так далее, он еще не отвлекся от этого всего, а хвала Богу уже начала возноситься Духом Святым. Да поможет нам всем Господь на нем сосредоточиться, про это земное оставив свои думки, Бог благословит и устроит все так, на что у нас никогда ни рук, ни сил не хватит, а когда увидим, как Он нам помог, скажем, я бы никогда до такого не догадался, какой Бог великий. Слава Богу! Вы так верите, друзья? Слава Богу! Я хотел бы напомнить нам о том, что без определенной меры, вот усилия какого-то, старания в вере, нам не удается соединиться с Богом, не удается прийти на эту встречу, и почему-то именно Бог вот так и определил, чтобы человек, ища Его своим сердцем, своей верой, он приложил хотя бы те усилия, какие может приложить в своей вере, поднапрек свой ум, поднапрек свое внутреннее желание, постарался отвлечься, постарался не думать о суетном, а на Боге сосредоточиться, и сам Бог, видя это старание и эту прилежность, Он выходит к нам навстречу и помогает нам в этом, и дает нам милость соединиться с Ним и получить то утешение, которым мы так очень сильно нуждаемся. Этому же Он сказал по Своем воскресении ученикам, я хочу прочитать об этом, как об этом написано в Евангелии от Матфея, 28 главе. Я читаю с первого стиха. По прошествии субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. А ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и встретит вас в Галилее, там Его увидите, вот Я сказал вам». И вышли все поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, вот Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступившие, ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Они услышали речь ангелов, и ангел сказал им, они пришли в трепет, «Это с нами не каждый день бывает, чтобы я вот так, вот соседа своего Андрея, Ваню, их семью, я практически каждый день вижу, Ваня, приветствую, и так далее, всех семью, кого увижу там, соседа, а вот так, чтобы ангел со мной встал и сказал мне что-то такое, чего я не ожидал, ну такое как бы разок до второй, может быть, за всю жизнь и припомнишь, но понятно, что такое обращение неземного обитателя, а посланного Богом к нам, это остается в наших сердцах печатью на всю жизнь. Аминь, друзья. Все, кто это переживал. И вот они пережили это и со страхом, и с радостью великою пошли, они пошли что-то делать для того, чтобы исполнить порученное. Когда они шли, Иисус их встретил на дороге. И опять им говорит, радуйтесь. И вот их послушание, и в этом послушании усердие, оно вознаградилось, они встретились с воскрешенным Христом. Слава Господу. А вот ученикам, мужчинам, задача посложнее. Женщинам, ну, наверное, Иисус знал, что они вот как-то, может быть, послабже, потому что из другого материала сотворены. Вот мы из глины, а все-таки женщины, там Бог написано, да, вот так, из ребра. А вот ученикам задача посложнее. Говорит, пусть пойдут в Галилею и там встретят меня. А от Иерусалима до Галилеи километриков 120-140 получается. А для чего это все? И еще на гору там нужно было идти. Сколько мы пешком, друзья, 120 километров преодолеем? Ну, примерно отсюда до Кожевникова. Ну, денька за четыре дойдем, если по 30 в день, с отдыхом и так далее. И вот пошли. А для чего, Иисус? Почему ты в Иерусалим не пришел им и вот это вот все не сказал? А, знаете, когда Он встретил еще своих учеников, идущих по дороге в Имаус, Он с ними поговорил, Он им подсказал, что нужно побыстрее соображать, медлительное сердце, Он говорит, чтобы верить всему, что сказано в Писании, в пророках. А потом сделал вид, я вообще вам нужен или нет? Вы как-то во мне нуждаетесь или нет? Сделал вид, что хочет идти дальше. И они тут заговорили. Они заговорили, нет, останься с нами. Трудно им было выразить внутреннее вот это желание, которое в них зародилось и набрало силу, чтобы слова подобрать, чтобы его выразить. Нет, останься с нами. Вот трудно сказать, ну вот будь с нами, потому что нам, потом Он сказал, сердце в нас загорелось, когда Он говорил с нами. И когда Он преломил с ними хлеб на ужине, они тут же узнали, кто это. Он понял, что они узнали и стал невидимым для них. Вот, друзья мои, мы собрались в присутствии Божьи. Но нам не нужно 120 километров сейчас идти. У нас там многих под капотами по 120 коней, они нас мигом примчат туда, куда мы хотим собраться. И вот сегодня Бог каждому из нас сказал, ну приложи какое-то усердие, приложи какое-то старание, чтобы прийти на эту гору, встретиться со мной и получить от меня. Получить от меня то, что так необходимо для твоего сердца. Удивляясь, я читал в другом месте, не буду сейчас время на этом, но вы знаете, о чем идет речь. Сел на горе и приносили к нему лунатиков, больных, различными болезнями и злыми духами одержимых, Иерусалим, вся Зайорданская окрестность. А чего вы туда, этих увечных и коллег, на гору тянете? Ну взял бы Иисус в низину, спустился, ох ты, со сломанной ногой, конечно, благослови тебя Господь, давай, иди домой, радуйся. С поясницей там, с больной, с позвоночником искривленным. Не отнесите на гору туда. Ну не так, как в Северске поликлинику построили, а травматологи с хирургией на седьмом этаже. И сидим там к травматологу, смотрим, с пляжа парня несут, гвоздь 150-й в стопе у него ржавый, и вот его тянут туда, к травматологу, чтобы ликвидировал, помог. Понимаете? Потому что охота здоровым быть. А нам-то получить от Бога, а усилия в молитве, разве мы не приложим, чтобы на гору Господу подняться? Чтобы от мук и грусти и своих отвлечься, да начать вместе с поющими величать и славить и хвалить Бога. Несмотря на то, что там грусти много, печальных событий в жизни, да не буду я на это смотреть. На гору Господу пойду. Когда мы читаем, много псалмов в Библии написано «Песнь восхождения». Песнь восхождения. И Израиль также приучался Богом, чтобы, идя по дороге в храм, а надо было в гору подниматься и петь, несмотря на возраст. И бабушки, и дедушки в гору поднимались и пели. Попробуем-ка мы, в гору Каштачную подниматься и петь на ходу. Трудно? Ну так правильно. Бога нужно прославить. Не просто это, но возможно, пусть Бог каждого веру благословит, чтобы мы к Нему сердца свои устремляли, прикладывали это внутреннее старание, усилие, о чем Иисус сказал, Царство Божье силой уберется, прикладывающий, употребляющий усилия, восхищает Его. Да благословит Господь, святое усердие каждого верующего человека приближаться к Богу и соединиться с Ним. Он нам дал на это право, власть и милость. Слава Господу! Хочу вместе с вами помолиться Ему. Аминь. Аминь. Аминь.